Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы поговорим о рейдах в бзду. Собственно, все прекрасно знают, что эти рейдики уже выводятся в течение трёх месяцев, то, что те, кто хотел, уже давно в эти рейдики начали попадать, и, само собой, эти люди начали дропать маунтов. Всё хорошо, всё классно, всё замечательно. Относительно недавно я сделал ограничение на сообщество игровое батлнетовское, то, что 150 человек максимум, и более этого числа набора не будет. Ну, знаете, 2 маунта за рейд, 3 рейда в неделю, 6 маунтов в неделю, 24, можно сказать, маунта за месяц. Я прекрасно понимаю, что ещё примерно 90 или 100 человек маунта не получило. То есть, потребуется 4-5 месяцев с целью того, чтобы всё это дело дропнуть. Ну, и чтобы эти люди, можно сказать, не зазря вступили в игровое это батлнетовское сообщество. Поэтому было сделано ограничение, и всё, то есть набора больше типа не будет. Но сегодня, получается, утром-среду, компания Blizzard сделала интересную фичу, интересное нововведение. И тем, чем оно вызвано, это вообще просто абсурд и смех полнейший. Зачитываю. Мы знаем о том, что некоторые группы игроков специальным багом пробираются на джайну с целью того, чтобы быстрее дропнуть ледяного шквала. Ледяный шквал — это маунт, который дропает, начиная с марта 2020-го, в двойном количестве с джайны. То есть он раньше дропался, но раньше он дропался в количестве одной штучки, теперь по две падают штучки, начиная с марта 2020-го. Так вот, мы, говорят, знаем о том, что группа игроков быстрее проходит к джайне, то есть скипая вообще всех боссов там через какие-то текстуры, через что-то ещё. Поэтому мы не будем исправлять этот баг, а просто делаем законный способ для попадания сразу на джайну. Это довольно-таки интересно, это довольно-таки классно. Что я могу предложить от себя для вас, для людей, которые хотят дропнуть ледяного шквала? В общем, у нас очень серьёзные рейды. Я могу сразу сказать, имеется гугл-таблица, в которую вы вписываетесь. Ну, я занимаюсь её заполнением, само собой, если бы я дал заполнение каждому человеку, я бы знаю, что там творилось. Полнейшая дичь, это уж точно. Так вот, что от вас требуется, чтобы попадать вообще в эти рейдики, и как они устроены? Рассказываю. Есть батлнет-сообщество. Ссылочка на него имеется в описании под видосиком. Как под этим видосиком, так и под всеми другими уже в течение месяцев двух-трёх. Вы вступаете в это сообщество. Далее, что вам нужно сделать? Вам нужно вступить в Дискорд. Вам нужно в канале Бзда написать о себе информацию. А именно, батлтаг и никнеймы персонажей, которыми вы собираетесь ходить. Мне не интересен ваш сервер, мне не интересен ваш этом левел, мне не интересен ваш нег. Но мне интересны ваши данные различных платёжных систем. Шутка. Вот. В общем. То есть, просто батлтаг и никнейм. Ничего более писать не нужно. Я просто делаю Ctrl-C, Ctrl-V и копирую данные о вашем персонаже на лист номер 1. То есть, если мы рассмотрим гугловскую таблицу, мы это всё прекрасно увидим. Вот он он, лист номер 1. Что он из себя представляет? Это скриншоты из рейда с различными сетапами людей, которые посетили этот рейд. То есть, танки, хилы, дамагеры. Расписаны танки, хилы, дамагеры. И тут абсолютно все даты. То есть, был рейд, есть скрин. Есть ники персонажей. Далее. Ну вот мы спускаемся, 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 спускаемся вниз. То есть, вот столько вот людей написало о себе информацию. И вот мы, например, рассматриваем последнего человека. То есть, вот он его BattleTag, вот он его никнейм 1. Ну и дальше в следующей строчке, в следующем окне, в следующей ячейке это называется. В следующей ячейке имеется формула. То есть, записывая его никнейм в каком-либо блоке, в какой-либо ячейке, автоматически просчитывается число. И это число переносится на лист номер 2. Лист номер 2 это краткая информация с вашими никнеймами, с вашими BattleTag'ами и с количеством ваших походов. Также имеется столбик о том, у кого есть маунт, у кого нету маунта, там пусто. Также есть столбик, кто является дезертиром. Дезертиры это те люди, которые полутали маунта и вот с определенного какого-либо числа не приходят в рейды. Они ливнули из Дискорда некоторые, они закинули меня в черный список, они не отвечают на мои сообщения некоторые. То есть, у каждого разные причины, но есть уважительные. Да, например, вот New Hope Надежда, она сломала руку. Желаем ей скорейшего выздоровления. Но уже выздоровление, как говорится, идет долго, полтора месяца. Хотелось бы, чтобы это дело немножко ускорилось. Вот, тут же справа по, как говорится, никнеймам абсолютно все люди, которые полутали маунта. Ну и я тут есть, само собой. То есть, вот количество суммарных ранов. 42 штучки было сделано за, получается, 3 месяца. Довольно-таки неплохое число. Вот, что еще можно сказать? Ну, вот вы спросите, да, сейчас дезертир, не дезертир. То есть, что это вообще такое? То есть, почему, например, у человечка тут написано нет? Есть правило, достаточно простое, которое мы ввели около месяца назад. О том, что если вы полутали маунта, то будьте добры 12 раз сходить в рейд. Почему 12? Никто не знает ответа. Вот, 12, значит 12. 12 раз сходили, пишите мне. И все, я вас опускаю, как говорится, в вольное плавание. Не думайте, что после дропа маунта у вас заканчиваются цели для похода в бзду. Вы можете фармить трансмог, вы можете фармить гмжс. Я вот, например, 42 раза сходил и... Что? И ничего, у меня нету гмжса. 42 похода. 0 гмжсов для меня. Ну, людям падают, да. Конечно, еще не стоит забывать о киллах мегагрутов актуаля. Но их там было немного, штучек 5, может быть, 10. Это действительно мало. Вот, что еще можно сказать? Вступайте в дискорд, пишите о себе информацию. Об этом я сказал. Заходите в рейды. То есть, как вообще идут инвайты, да, вопросы очень частые насчет этого. Я открываю сообщество в начале стрима, да, например. Но иногда рейды не стримятся. По редким, конечно, ситуациям, но все же. Например, 9 мая был день рождения у мамы. Ну, мы праздновали, я в таком режиме полу-АФК вел рейд. Но в целом все хорошо было. Рейды проносятся быстро, то есть минут 50-60, если, само собой, люди нормально все делают. А рейд легкий, поэтому в целом все очень быстро проходится, если правильно бомбы выносить на мегакруте. Вот, касательно инвайтов. Я беру, открываю батлнет-сообщество, и сначала инвайты получают те люди, которые наибольшее количество раз были в рейды. Ну, вот, например, Медла и Флекс, они, да, они получают инвайты самыми первыми, потому что у них ранов больше всего. Вот, что еще стоит сказать. Рейдов 3 в неделю идет. Это все, конечно, классно, это круто. Пятница, суббота, воскресенье. Но конечную все-таки мысль стоит подвести. Из-за того, что делают скип такой вот интересный, и то, что можно идти сразу на Джайну, я прокачаю еще трех персонажей. Это будет Шаман, это будет Паладин, это будет Друид. ДХ уже есть 120-го. Гир у него, конечно, 400-й, но, знаете, если вы придете хотя бы 460-й, это минимальный порог для инвайта. Ну, мне так хочется. 460-й, то есть спокойно себя игрок будет чувствовать в этом рейде. То, я думаю, мой этом левел и не особо даже как-то нужен будет. Ну, к тому же, одеться не проблема, думаю, займусь этим. Вот, я прокачаю еще трех персонажей, я приведу ДХ в норму. Будет дополнительно 4 рейда. По итогу будет 7 рейдов в неделю. И, думаю, все дропнут маунта. Поэтому 50 дополнительных мест в сообществе я реализую. То есть, еще 50 счастливчиков могут попасть в сообщество, могут написать о себе информацию и прекрасно зафармить ледяного шквала, получить этого прекрасного и сказочного маунта. На этом у меня все. Монолог мой окончен. Такая небольшая серия вопросов и ответов произошла, можно сказать. Думаю, это достаточно полезно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Если есть какие-то вопросы касательно организации рейдов, если есть вопросы касательно еще чего-то интересного, то дайте знать в комментариях, отвечу. Ну, или в Дискорде, само собой. Тот, кто инвайтится в рейд, должен быть и в Дискорде, и в сообществе, ну и желательно на стриме. До скорого! До скорого!